Работы по укладке новой нитки водоводов за Тверецкой части города обернулись большими проблемами для жителей Исаевского массива. Единственная дорога, ведущая к их домам, оказалась практически полностью разбита многотонными грузовиками и строительной техникой. Большие опасения у горожан вызывает также и нынешнее состояние прибрежной зоны. Все подробности в материале нашего корреспондента. Спокойная жизнь жителей домов по улице Исаевская Слобода этой весной испортилась в одночасье. Проблемы начались в тот момент, когда неподалеку на берегу реки Тверца началась укладка новой нитки водовода. Где-то с месяца назад началась вырубка тополей, вывоз их. И по нашей улице в данный момент, вот она, одна улица и Исаевская Слобода. Начинают ездить машины, которые перевозят лес, в то же время песок. Напомним, в конце марта подрядчиком, которым выступает московская компания «Современные системы реновации», был завершен первый этап работ. Протяжка специально подготовленной трубы длиной 179 метров под руслом Тверцы справа берега на левой. Дальнейшие работы развернулись за Тверецкой частью города. И отныне вся строительная техника, многотонные самосвалы, везущие к месту работ новые трубы и увозящие старые, практически ежедневно курсируют мимо окон местных жителей. И все бы ничего, если бы проблема заключалась бы, например, только лишь в шуме или пыле от грузовых машин. Куда хуже то, рассказывают местные жители, что поток большегрузов разрушил единственную дорогу, которой они пользуются. И самое главное, которую они делали за свой счет. Мы скидывались на этот асфальт, скидывались на вот эту дорогу. Здесь просто была, как трактор ездил, проселочная. Также и касается остальных тех дорог, которые дальше. При этом неподалеку есть еще одна дорога, которая связывает берег Тверцы, где идут работы с улицы Шишкова. Она расположена параллельно тем улицам, которые были заасфальтированы за счет жильцов. И в теории по ней многотонная техника могла бы ездить, доставляя горожанам куда меньше неудобств. Но тут есть одна проблема. Эту дорогу давно не использовали, а потому она практически полностью заросла. Возиться и расчищать ее под свои нужды подрядчик, судя по всему, поленился, уверены местные жители. Организация должна была подумать, какие сделать подъездные пути, потому что там вдали есть ручьи. Им надо было потратить какие-то средства для того, чтобы построить мосточки, переезды для этих тяжелых машин. Но ничего подобного сделано не было. В итоге горожане вынуждены идти на крайние меры и перегораживать улицу, дабы хоть на время остановить движение большегрузов. Где-то установлены бетонные блоки, а где-то местные жители блокируют дорогу личным транспортом. Вчера, в частности, они вызвали ГАИ, когда наши машины стояли, ГАИшники сказали, обращайтесь к нам. Впрочем, одной лишь разбитой дорогой дело не ограничивается. Большие опасения у местных жителей вызывает нынешнее состояние прибрежной зоны. Там, где раньше они могли купаться и загорать, теперь стоят экскаваторы. А подъездного пути к берегу и вовсе отныне нет. Вместо него каша из воды и грязи. Вместе с тем жители отмечают, они не против работ по модернизации водовода. Однако то, какими методами ведутся эти работы и какой ценой, не укладывается в голове, говорят горожане. Более того, они даже готовы перетерпеть какое-то время, но только в том случае, если им гарантируют приведение в порядок территорий после окончания работ. Ожидать ли подобного и если да, то в какие сроки? Эти вопросы мы направили в администрацию Твери. Там нам сообщили, что запрос был передан в профильное министерство. К сожалению, ответить на него до выхода материал в эфир городские власти не смогли. Не удалось дозвониться и до компании-подрядчика. По единственному номеру, указанному на сайте современных систем реновации, нашему телеканалу никто не ответил. Мы продолжим следить за ходом работ по районе Исаевской слободы и расскажем вам, какие ответы получили.